Так, Сафронов, всё, я чё-то не спал. Пропустил прихмахера. Забыл вытащить вещи из стиралки, поэтому я сегодня в гавайской рубахе. Но молчать уже больше нет сил, поэтому надо записывать ролик. Иначе, я считаю, к людям будет такое отношение. И думаю, если мы себя не уважаем, допустим, то давайте не будем этому учить детей. Всё, по порядку. Привет, меня зовут товарищ Сафронов, я такой странный парень, который в течение 8 лет покупает всякое барахло, снимает об этом видео и выкладывает это в интернет. Снимаю, короче, и никому не мешаю. Но тут решил сделать эксперимент. Купил 100 ночевок, которые продаются и выдаются в пятёрочке от 555 рублей, либо их можно купить. Это такие промо-наклейки, которые как бы стимулируют продажи, но реально их можно купить. У меня пригорело от этого так, что я решил сделать расследование о том, как в пятёрочке с этой акцией всех дурят. Кастую защитное заклинание, всё сказанное в видео, это всё выдумки, моё личное мнение, оценочные суждения и вообще сказки. Прямо как в видео Ассы с канала «Все работы хороши». Да это всё бред для школьников. Где он показал, как пятёрочка относится к своим сотрудникам и, казалось бы, чего ожидать от них ещё. В общем, три дня сотрудники пятёрочки таскали на работу свои экскременты. Но мне казалось, что к своим покупателям, к тем людям, которые им приносят деньги, они должны относиться уважительно. Нет. Пятёрочка – это такие продуктовые магазины, которые находятся в шаговой доступности и популярны из-за своего большого распространения, а также товаров из низкой ценовой категории. Как и многие другие продуктовые магазины, типа «Дикси», «Магнита», «Ленты» и других, они устраивают периодически акции, такие стимулирующие продажи, рассчитанные на детей. Чтобы дети вынуждали родителей идти именно в пятёрочку или просто родители хотели сделать детям приятно, ну, в общем, понимаете, да, как это работает. Из недавнего в пятёрочке, что вы могли слышать, это, например, «Стиратели» или «Стиратели 2». Сейчас же акция идёт, о которой подробнее вы можете узнать в видео, где я и купил эти 100 ночевок. Я провёл эксперимент и купил 100 ночевок для того, чтобы проверить качество, процент выпадения, материалы, из которых делают, и попытать удачу выиграть приз. Там, между прочим, это конкурс с призами, надо вот найти заветную ночевку и получить приз, по идее. И какое же было у меня негодование, когда по всем фронтам оказалось всё плохо, просто по всем пунктам провалились. Вообще, в этой серии есть коллекция из 26 ночевок. Просто как бы здорово её собрать, как для коллекционера любого или просто интересующегося. Все ночевки, здесь все ночевки. И вот начнём со сбора коллекции. И в начале всё шло хорошо. Прикольно, не, ну оформление прикольное. Я купил вот их 100, открывал по 10 в видео и получал довольно много разных ночевок. Действительно классная. Вот такая. Но уже к третьему выпуску я начал подозревать неладное. И там я решил пойти ва-банк. И до этого я, если планировал выпускать вот по 10, открывая, да, радовать зрителей каждый день роликом, каким-то контентом, заодно показывать бонусы, которые есть ещё в пятёрочке. Но не заладилось. Моему удивлению не было предела. Ведь из 100 ночевок я получил всего 8 видов этих картинок. Всё остальное были повторки. Из 26, 8 видов, купив 100, потратив 5000 рублей. В моей пятёрочке, хотя было заявлено, что мы можем собрать всю коллекцию и не было никаких других уточнений, просто не было других вариантов. Были только эти 8 видов. Эти маленькие конвертики достали из запечатанной коробки, а значит, так и было задумано. И тут я как всё понял и решил сражаться. Сейчас, подождите, у меня есть. Для сражения. Ну что, пятёрочка. Я, в общем, сам сижу на ютубе. И начал смотреть видео, что выпадает у других. Посмотрел видео своего друга Дениса с канала Закупыч. И у него примерно та же история. У него, правда, ещё меньше видов. Всего 6 выпало. И тоже куча повторов. И ведь он живёт в другом городе, даже не рядом со мной. И при этом коллекция у него почти была такая же, как у меня. То есть в магазине была изначально только иллюзия случайного выбора, выпадения. А возможности собрать всю коллекцию, хоть ты всю коробку купи, такой не было. Скажите, ерунда, ещё 2 месяца впереди успеешь ты собрать эту коллекцию. Да, но нет. Пятёрочка решила не только их дарить за покупку вот 555 рублей, но и продавать их за 55 рублей за штучку. И, соответственно, это уже никакой не подарок. И к этому другое отношение. Но главное в этой истории призы. Есть реальные материальные призы. И из-за нахождения перчатки бесконечности у вас выпадает шанс получить PlayStation 5. Ну и ещё там другие призы за там другие задания всякие и так далее. Главное найти перчатку бесконечности. То есть получается это уже как лотерея с билетиками. Покупаешь за 55 рублей, получаешь шанс выиграть PlayStation 5. Билетик ты можешь получить бесплатно, а можешь увеличить свой шанс, купив билет за 55 рублей. Но шанс-то должен быть. А теперь вспоминаем, как сортируются эти ночивки. Никакого случайного выпадения. Всё по заранее задуманным алгоритмам. Определённые виды в определённых магазинах. Это не перепутали. Это задумано в ави. Вы присылаете одну коробку, в которой вот так вот намешано. Конкретное количество ночивок. Конкретную пятёрочку. Всё. То есть нас на какой-то период времени лишают возможности собрать всю коллекцию, нигде об этом не сообщая. Ну а главное, лишают возможности получить заветный приз и найти вот эту перчатку бесконечности. И если у них такая схема распределения, то не удивлюсь, если победителями будут исключительно друзья и знакомые сотрудников пятёрочки, которые знают, как распространяются все эти ночивки и знают, какая схема распределения. Обычные же покупатели должны будут гоняться за этими ночивками, покупая товары на эту сумму, или покупая по 55 рублей, или покупая ненужные товары спонсоры в желании, ну как бы, что-то попытать. Удачу какую-то. А нет! Никакой удачи. Вы думаете, это все проблемы акции? А-а! Пустые конвертики. Да, в этой акции у вас есть шанс. Но это шанс получить пустую ночивку. То есть открываешь конвертик, а там ничего нет. Эй, чё за дела? Я думал, они отвалились, или их кто-то склеил. Но в 9 из 10 случаев, когда вы отклеиваете ночивку, немного картона отрывается всегда. Так что видно, была она там или нет. Видим косяки с клеевым слоем нестандартным, который приклеивается частично. В этих конвертиках их не оказалось изначально. То есть вот такая вот штамповка. Контроль качества классный вообще у вас, пятёрочка. А я напоминаю, что речь идёт о лотерейных билетах, которые можно купить, и которые ещё и рассчитаны на детей. Мало того, что ребёнок не получает невозможности выиграть PlayStation и найти перчатку в бесконечности, не собрать коллекцию, так и он вообще может ничего не получить. Да хорош! Вы серьёзно? Кидок опять, кидок! Ну допустим, я наговариваю на контроль качества, там, на производство, и всё-таки их кто-то украл, склеил, так сказать. Разве их можно как-то украсть? Там же есть специальная защитная пломба, чтобы никто не вскрыл. Вот это вот такая наклеечка с логотиком Пятёрочки. Наша суперпломба Пятёрочки, которая, смотрите, и тут в топку этих проблем подкидывается ещё одна лопата с проблемой под названием «Это не пломба, это просто наклейка с подрезанными углами», которая не является защитной наклейкой. Это просто наклейка. Она рвётся, когда не надо, то есть когда вы просто их несёте, берёте, когда они просто лежат, или она не рвётся вообще. То есть можно абсолютно спокойно отклеить её, и совершенно спокойно заклеить её, естественно, посмотрев, что там внутри, или забрав нужную начивку или призовую начивку, если хочется. Такое впечатление, что это было сделано чуть ли не специально, чтобы специально можно было посмотреть, что там внутри, есть ли там приз или нет, есть ли там нужная начивка или нет, до продажи, естественно. А ведь есть куча, миллионы решений, как сделать подобную конструкцию защищённой, надёжной, если вы хотите так сделать. И уж точно это сделано не для продавцов магазина, потому что призовые начивки, они исчезнут ещё на этапе склада, производства, логистики. Ну а если, конечно, там пропустят вдруг случайно, то да, тут, конечно, уже попытают удачу продавцы. Под своими видео я буквально встречаю комментарии продавцов, которые пишут, что они, конечно же, смотрят перед тем, как продать всё это. И я в это охотно верю. Странно было бы так не делать на этом месте. Ну и чтобы это не было пустыми разговорами, а вот, Авито, и это не рекламная интеграция, просто вы можете купить краденые начивки. Там можно купить целую коробку начивок, причём по цене 25 рублей за штуку, если вы хотите купить оптом, ну или, может, дешевле, просто там за 40-50 рублей, да. Также можно купить начивки выборочно или собрать всю коллекцию. Ой-ой, наверное, это, да, коллекционеры всё распродают, действительно покупают, а потом в убыток себе продают это всё, ну вот так вот аккуратненько всё это, с фотографиями коробок огромных. Звучит правдеподобно, я в это верю. Нет, это ворованные коробки, это очевидно всем. Пятёрочки, никто ещё за этим и не следит, как разворовывают их склад, магазин, и это либо абсолютная безалаберность, либо это на каких-то откатах, я не знаю, но это, конечно же, всё выдумки и сказки. Так, давайте подсчитаем, что мы получаем. Лотерею, которая изначально направлена на детей, и в которой создают лишь иллюзию случайного выпадения. Возможность вообще ничего не получить, как в истории с пустыми конвертиками. И у всех, кроме нас, продавцов, логистов, работников склада, менеджеров, кого угодно, кроме покупателей, возможность узнать, что внутри. Приз, не приз, неважно. Просто возможность такая есть до нас ещё у кучи людей. У всех, кроме покупателей. Потому что им выдают уже в самом конце покупки. Вот и нате, получите. Ещё раз повторю, что этой возможности лишены мы, покупатели, на кого эта акция и рассчитана. Кто-то скажет, ой, да ладно тебе, Сафронов, да пусть продавцы порадуются, не могут же они себе купить PlayStation 5, когда настолько стоит. Ну да, я каюсь, конечно, был неправ. Ведь среднестатистический покупатель у пятёрочки может себе позволить иксбокс и всякие там, айфон за сто тысяч возьмёт перед этим, потом уже купит себе PlayStation 5. Ну, только доест творожный продукт, красная цена, и сразу пойдёт покупать. Да и вспоминая ролик с канала «Все работы хороши», напрашивается вывод, что лучше, наверное, платить сотрудникам так и соблюдать все условия, чтобы у них даже не было такой вот как бы задачи, и, может быть, тогда бы никто бы ничего не делал. Да, сложились стереотипы про все магазины такого ценового сегмента на данный момент. Ну, как-то вот про пятёрочку, мне кажется, особенно. И про грубых продавцов, и дерзких охранников, и некачественные продукты. И, возможно, возможно, это не происки конкурентов, а на каком-то другом уровне проблема. Ведь, несмотря на это, в магазине работают просто люди, и это просто продуктовый магазин. Ну да ладно, ну хоть игрушки-то классные, а? Хе-хе. А, да, так это даже не игрушки. Может, вот помните, я вам показывал стирателей, или стиратели 2, это были прям настоящие фигурки, а тут, по всей видимости, пятёрочка получила какую-то статистику, и поняла, что её покупатели и так сожрут. Зачем делать что-то интересное, оригинальное и классное, когда можно дать просто кусочек скотча с надписью Marvel и завлечь детишек в магазин? Вы думаете, это, типа, не проблема? Нет, это проблема. Это демонстрация отношения к своему потребителю, к покупателю, к нам с вами. Я уже очень сильно устал. Я устал делать этот ролик, и перечислять проблемы, акции. А ведь она только началась, и я думаю, что ещё впереди будут приколы. Но! Это ещё и плохие наклейки. К ним прилипает поверхность конвертика, которая покрыта лаком, и они не клеятся никуда. Отклеивает всю, весь этот лак. И что происходит? Почему это трэш, эта жесть происходит? Я не понимаю. Мы можем наклеить максимум вот на этот слой. Всё остальное, заклеенное этим лаком. Забивается клеевой слой, и это просто не работает. Наклейки, которые не клеятся. Причём, в желании заработать на этой акции, пятёрочка закапывает сама себя. У неё же в магазине сейчас стоит стенд с наклейками многоразовыми, стоимость которой в этой же пятёрочке получается по 4 рубля за штуку. Могут получить вот такую, да, Венома, такого классного. А это стоит 55 рублей. И на добивочку, бам! Их просто сейчас нету в половине магазинов. Я объезжал последний раз, чтобы проверить в разных магазинах разное сочетание этих наклейок, и везде получал примерно один тот же результат, несколько видов всего лишь. И в половине магазинов их просто нету. Они закончились, и вам их не дают, не говорят, что зайдите потом. Просто нету. То ли они есть все на авито, то ли что, то ли где... Как? Как можно было накосячить в таком количестве пунктов? Пятёрочка! Просыпайся, Пятёрочка! Ты обудручалась! В связи с этим, как там одну блогеров, объявляю новый хэ... хэштег. Вместо Пятёрочка выручает, к которому мы типа привыкли, Пятёрочка удручает. Пишите этот хэштег в социальных сетях, в комментариях на YouTube или других каких-нибудь со своей историей, если вы столкнулись с проблемой с данной акцией, ну или вообще с другими проблемами, связанной с этим магазином. Чтобы понимать масштаб бедствия. Ну и это понимание, чтобы было не только у меня и у вас. Также просьба распространить это видео. Чтобы больше людей узнали, как их разводят, как разводят детей. И чтобы люди побольше уважали себя, или хотя бы начали это делать, или задумались об этом. Поделитесь этим видео с другом, знакомым, приятелем, коллегом. Вам только спасибо скажут, как здоровому человеку, что вы информацию дали полезную и интересную. Так, Пятёрочка! Товарищ Сафронов не враг. Товарищ Сафронов друг. Я это делаю из благих побуждений. Я сам пользуюсь этими магазинами. И покупаю там продукты. И пользуюсь доставкой, когда нахожусь в городе. Я никто не просил рекламировать ночевки, хейтить их, закупать их. Я просто пришёл, потому что мне было интересно. Прикольненько вроде как. Я вообще радуюсь, когда обновляется магазин, развивается сеть, какие-то инновации. И всё здорово и классно. Моё уважение! Но, как и с любой империей, крах всегда во внутреннем разложении. Да на наших с вами глазах загнулось много огромных корпораций, компаний. И причиной тому, как правило, становились слишком большие надстройки из директоров, менеджеров, согласователей и других вносителей правок. Нужно нарисовать семь красных линий. Строго перпендикулярных. И некоторые зелёным цветом. А некоторые прозрачным. Типа у них зарплата больше, и значит они умнее, их мнение важнее. Согласитесь, довольно забавное мышление. Моё возмущение не относительно всего бренда в целом, магазинов и так далее, пятёрочки, а относительно людей, которые занимались данной акцией. И кто ответственный за неё? Кто? За пятёрочку, да. Обидно, что у неё там внутри какие-то дармоеды сидят. Но и за себя обидно. За себя. За себя и за Сашку! Обидно. За обычных покупателей обидно. Которых заставляют, ну как, призывают, агитируют всячески через детей. Тратить деньги на определённую сумму. Покупать эти ночивки. Собирать коллекцию. Призывают. Активно через блогеров других. Рекламу. В соцсетях. Всё это. Везде эти ночивки, 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 ночивки сейчас. Вы можете сказать, что у тебя там подгорело? Ну вы задумаетесь. В логике, которую я не вижу, точнее вижу в жадности. Пятёрочка продаёт ночивки по 55 рублей. Стоимость которых у них же в пятёрочке за 4 рубля. За 39.90 можно купить 12 ночивок. И продаёт она их по этой цене только по причине того, что это лотерея, возможность выиграть PlayStation 5 или если у вас нет возможности купить на 555 рублей. Пятёрочка нам как бы говорит, хочешь коллекцию или в конкурс, то плати в 10 раз больше и покупай продукты на определённую сумму, которую мы из головы выдумали. Так что пока хэштег Пятёрочка удручает. Фух, вроде всё, выговорился. А нет, небольшой пост скриптом ещё будет. Я больше чем уверен, что если это видео заметят, если вы постараетесь это сделать, то через какое-то время в комментариях появятся покупатели, которые, конечно же, собрали всю коллекцию, просто ходя в магазин и чуть ли не выиграли главный приз. И они прям появятся. И это будут не обязательно боты даже, понятно от кого, а просто люди, которые страдают таким стокгольмским синдромом. Они ходят, страдают, ну им типа нравится. Но сейчас задумайтесь, что... Ну просто вот на секунду, что важнее? Самоуважение и отношение к детям, среди которых он будет жить, которые также вырастут, будут видеть, как к ним относятся, потом сами, может, будут относиться, не заметят, как это всё проникнет в их жизнь. Вот этот обман, развод, и это будет нормальным считаться, если никто об этом говорить не будет. Вот что важнее? Самоуважение. Или, может быть, важнее эти 15 рублей за комментарий. И вот на секундочку просто. Ну-ка как бы вас ни к чему не призываю конечно же, кроме... как задуматься, призываю. А всем остальным спасибо большое за поддержку. Простите меня за неформатный ролик. Просто... ПУУУУУ... Накипело. Простите за видео. Ну и постпостскриптум. Извечное. Критикуешь? Предлагай. Смотрите, мое предложение. Записываем. Берем, достаем блокнот, ручку, тетрадку. Кто там спрашивает, да? Предложение. Всем накосячившим в этой акции, ответственным за нее, надавать по шапке, а нечестные лотереи больше не делать. Как вам такое предложение? Продолжение следует.